К нам присоединяется Игорь Александрович Яковенко, российский журналист, социолог. Доброе утро, Игорь Александрович. Приветствую вас. Доброе утро. А вот для понимания того, кто же этот клуб такой, он в принципе недавно созданный, но пока что кроме критики никак себя не проявил. У вас есть понимание, кто эти люди, какие у них интересы, какая вообще в принципе философия, вот расширить понимание об этом клубе. И Гиркен, насколько это влиятельная фигура, чтобы понимать, насколько этот клуб потом где-то в политике будет влиятельным, тоже в Российской Федерации. Вот как вы считаете? Там на самом деле в основном люди абсолютно такие имперцы, скажем так, турбоимперцы, то есть крайние имперцы. Есть нацисты откровенные, как например тот же самый Губарев, это просто нацист. Безоговорочный, он расист, нацист, антисемит, тут с ним все понятно. Гиркен там тоже проскальзывает, скажем, антисемитизм, но это вот такой вот имперец крайний, который, так сказать, давно известен. Я думаю, что в Украине этот международный преступник хорошо известен, поскольку он осужден, значит, решением Гаагского суда. С ним фигура достаточно хорошо известная. Это один из тех, кто, как он утверждает, он спустил курок войны. Весь его рейд в Славянск хорошо известен. То есть это действительно один из тех людей, которые пришли с территории России, бывший ФСБшник. И тут все достаточно понятно. Там достаточно много бывших сотрудников ФСБ, МВД. Еще раз подчеркиваю, это в основном, то есть не в основном, это крайние имперцы, которые критикуют Путина за то, что он недостаточный имперец, за то, что он недостаточный фашист. То есть вот критика с той стороны, что он до сих пор не взял Киев, не уничтожил Украину, ну и там, я не знаю, не уничтожил Польшу и так далее. То есть это вот такая вот публика. Значит, у них есть некоторая проблема. Это в отличие, скажем, от Пригожина, который... Тут можно установить такой ряд. Значит, Пригожин тоже занимает вот эту же нишу, но он пользуется, так сказать, какой-то поддержкой Путина персонально. Он получает деньги вот из бюджета, плюс еще получает разные преференции. Эти от бюджета ничего не получают. Более того, они фактически объявлены персонами нон-грата для российских средств массовой информации. Если Пригожин, например, занимает седьмое место по количеству упоминаний в государственных СМИ, то Гиркин, в принципе, не является фигурой, которую пускают в средства массовой информации государственные. Ну и с деньгами там гораздо хуже. То есть на самом деле это две явно конкурирующие. Они друг друга очень не любят. Они, так сказать, Гиркин постоянно поливает грязью Пригожина. Пригожина, в общем, вполне заслуженно. Пригожин поливает грязью Гиркина. То есть это, в общем, конкурирующие структуры. Значит, у Гиркина нет своей армии. То есть у них нет ресурсов таких, как у Пригожина. Но у них есть определенный потенциал, возможный потенциал поддержки. Ну, кстати, как и у Пригожина тоже. То есть это две такие конкурирующие структуры, которые при определенных обстоятельствах, которые пока очень туманно прослеживаются, в зависимости от того, как будет дальше складываться ситуация в России, если Россия, путинский режим в результате военного поражения рухнет, то не исключено, что то, что Пригожин точно примет участие в мафиозной войне за собственность и территорию Гиркин, тоже вполне возможно может сколотить какой-то отряд заново и попытаться в этом принять участие. Политические перспективы. Ну, опять-таки, если мы говорим о сохранении путинского режима, то в этом случае понятно, что возможность участия в политике будет только тех структур, на которые покажет пальцем Путин. То есть, ну, там, я не знаю, условно говоря, если Россия сохранится, если в 2024 году можно будет провести какое-то подобие там с сильными кавычками выборов президента, то в них будут участвовать только те, на кого Путин укажет пальцем. То же самое там в парламентских выборах, хотя до них, скорее всего, по срокам Россия не доживет. Но, опять-таки, в этом году, вот сейчас, в этом году будут какие-то электоральные мероприятия, связанные с региональными выборами в сентябре. Здесь Россия, скорее всего, дотянет до этого момента, и выборы состоятся. И, ну, здесь вполне возможно, что Пригожин своих людей попытается продвинуть. Что касается структуры Гиркина, то это маловероятно, потому что, в общем, к этому времени они не смогут, скорее всего, конституироваться, и региональные выборы их не интересуют. А вообще, в целом, это две бандитские организации, которые, на самом деле, претендуют на один и тот же кусок политического поля. Вероятное их объединение, слияние невозможно, в принципе. Исключено абсолютно. Абсолютно исключено. Это антагонисты жесткие. Это вот классическая внутривидовая война, которая гораздо жестче, чем, так сказать, ну, скажем так, ненависть, взаимная ненависть Гиркина и Пригожина, она значительно выше, чем у Гиркина, например, там, к либералам, скажем, к Каспарову или к Ходорковскому, там, или еще кому-то. Так что и то же самое у Пригожина. Ну, как бы здесь же все понятно. Они точно так же, как ненависть Пригожина к Шойгу, поскольку они здесь еще и деньги, потому что, ну, тут разница принципиальная. На самом деле, все-таки Пригожин уголовник, и Пригожин это про деньги. Гиркин не про деньги, это точно. И Гиркин, все-таки, так сказать, ну, он такой, он, безусловно, преступник, но он все-таки офицер. И здесь разница, конечно, огромная. Значит, Пригожин это деньги. Это деньги, большие деньги. И плюс к этому криминал. Поэтому, так сказать, они друг друга, там, на клеточном уровне ненависть, она просто чувствуется, вот, какая-то биологическая ненависть. Ну, они действительно очень разные. И там взаимное отталкивание огромное. Александр, давайте далее поговорим еще об одной истории, да, которую, там, уверен, вот, готовились к эфиру и следили за вашими заявлениями, позициями, да, ситуация Белгородской области. Ну, и понятно, что с привязкой к позициям и озвученным вещам того же Пригожина, но и того же бывшего главаря пророссийских боевиков, так называемый ДНР, да, Игорь Гирькин, он иронично, да, поздравил спецслужбы России с проваленной, так называемой, контртеррористической операцией Белгородской области. У себя в Телеграм-канале он заявил, далее, зацитирую, «уверенно можно сказать, что разведка всех ведомств опять сработала на пять с плюсом». Одно слово «молодцы». Мои поздравления Гругенштабу, пятой службе ФСБ Российской Федерации, разведке, федеральной пограничной службы России, да, ФПС, ФСБ и всем остальным причастным вот так держать. Ну, понятно, что ирония иронией, но все же, вот, как бы вы оценили, Игорь Александрович, влияние подобных операций, да, вот, на состояние вот самих, даже не спецслужб, да, а определенной или координации, или взаимосвязей. И если сам Гиркин говорит о том, что сейчас Россия, она пребывает в кризисе, такая термальная стадия, то это же касается и всего силового блока РФ, да, или там дружба и все хорошо, или они между собой как пауки в банке? Ну, сейчас ситуация такая. На самом деле, вот, этой операцией, этим рейдом, вот эти вот, ну, как бы они, несмотря на то, что это граждане России, это все равно контрактники, люди, которые по контракту служат в СССР. Значит, и, ну, так или иначе, конечно же, нет никаких сомнений, да, безусловно, это граждане России, которые пришли в Россию разбираться со своими российскими делами, но в то же время, более-менее очевидно, что эта операция была согласована с ВССР, так или иначе, так иначе не бывает. Так что, военная сторона этого вопроса, ну, она пока не, скажем так, я ее не буду комментировать, во-первых, потому что не знаю, чем это все закончилось. И у меня такое ощущение, что объективная информация, она сейчас может быть только возможна у руководства Вооруженных сил Украины и у самих этих самых людей из, значит, Легиона Свободной России, вот другой организации, вместе с которой они совершили отрейд. Они вроде бы там даже где-то закрепились и продолжают удерживать часть территории Белгородской области. Но военная составляющая этого рейда, она пока немножко в тумане. А вот что касается политической составляющей, она абсолютно уже ясна. Последствия совершенно огромные, безумные, потому что и по первому каналу, скажем, в программе Скобеевой вчера, 60 минут вчера, было просто разоблачительное выступление нескольких человек, которые говорили, что фактически границы у нас нет, у России. Как известно, Путин говорил, что границы России не кончаются нигде, но выяснилось, что у России просто нет границ, нечему кончаться, потому что на погранзаставе стоит один прапорщик, сиротливый, у него даже собаки нет. Не говоря уже о каких-то других инструментах сопротивления. Значит, кроме того, на самом деле, что произошло? После того, как Россия, Советский Союз распался, то границы, которые были у Советского Союза, они были, действительно. Советский Союз имел границы. Россия границ не имеет. Эти административные границы, они просто на карте, а в реальности-то их нет. И не было при Советском Союзе границы между союзными республиками, они, естественно, никак не укреплялись, потому что, ну что, это было одно государство, фактически унитарное. Значит, поэтому не было границ. После того, как Советский Союз распался, границы не создавались. Их надо было создавать заново, это, в общем, довольно затратное и серьезное мероприятие. Ничего этого сделано не было. Поэтому эта граница только на карте, на бумаге. Значит, и поэтому ее перейти, в общем, не составляет каких-то проблем. Что и выяснилось. Ну, кроме всего прочего, ФСБ, которая должна была заниматься, ну, естественно, логика, идет война. В данном случае мы не говорим о том, что войну начал Путин, начала Россия. Но по факту, если с военной точки зрения смотреть, идет война. Ясно, что укреплять, значит, приграничные регионы должен кто-то. Кто должен укреплять? ФСБ. ФСБ этим не занималось. ФСБ этим... Всем известно, что за ним и стоит ФСБ. Игорь Александрович, мы просто спросим у вас, спросим точнее, да, есть ли у вас еще время, да, потому что, как мы понимаем, был определенный цейтнот по этому поводу. Ну, да, у меня буквально две минуты, и я закончу. Если, конечно, мы всегда рады, прошу. Я просто фразу закончу. Значит, в результате самое главное, что вот Путин, который, так сказать, всегда гарантировал свою какую-то защиту гражданам России, он оказался в ситуации, когда граждан России не защищает никто. И, в общем-то, белгородцы матом ругают губернатора, губернатор матом ругает федеральную власть, и все они, в общем, смотрят на Путина, а Путин молчит. И в это время, говорит Гиркин, говорит Пригожин, так сказать, ну, Россия в данном случае выглядит как колосс на глиняных ногах. Вот все, что можно сказать по этому поводу. Игорь Александрович, спасибо вам за разговор, за этот анализ в эфире телеканала Freedom. Благодарим. Игорь Яковенко, российский журналист и социолог, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.